Мы в городе Аушта приветствуем художников. Здравствуйте, друзья художников, которые участвуют в третьей международной пиеннале «Современная акварель-2020» в городе Аушта. И у нас уже есть первый художник, участник нашей выставки. Это Юлия Грехова из Нижнего Новгорода. По шарю в центр, либо я на вас наведу. Вот сейчас у нас очень красиво всё идёт, и у меня идёт первый вопрос. Юля, скажите, у вас какой-то особенный акварельный, это все говорят, фишка, техника, авторская. Вы можете как-то её описать, обосновать? Потому что вот у вас на гиперреализм больше похоже, но она такая очень нежная. Ну вот очень точная. Вот расскажите, как? Ну, я думаю, что когда работа создаётся, тут главное погрузиться в этот процесс, и тогда вот достигается, наверное, эффект присутствия. Какой-то особой фишки, наверное, нет. Может, какая-то палитра, особая краска? Ну, вообще, про меня часто говорят, что я люблю очень синий цвет. Любитель синего. Нет, наверное, я сама не нахожу какой-то своей определённой фишки, только что вот через какие-то ощущения нужно уйти очень глубоко в себя, чтобы, ну, творить. И всё. Юля, скажите, пожалуйста, формат, у вас большеформатная акварель, вы сразу к ней пришли, или вы как-то долго, например, на маленьких писали, сразу начали, вот как, почему большеформатная? Вообще, наверное, практически, сразу я начала, ну, мои учителя меня учили сразу писать на больших форматах, и мне вообще, на самом деле, очень сложно акварель уже на маленьких форматах рисовать. Юля, вы сейчас сказали про учителей, у вас есть какое-то имя, которое вы хотели бы озвучить сейчас на нашу камеру вашего учителя, учительницы? Да, да, у меня учитель, который был со мной с самого начала, и привёл меня, как сказать, ну, и к этой точке в том же числе, Иван Аверин, я у него проучилась очень долго, и он сейчас мой очень хороший друг, и я училась у него не только акварелью, но вообще, первый раз акварельные краски взяла благодаря ему, с тех пор, как бы, неотъемлемая часть моей жизни, хотя я пишу не только акварелью, но акварелью влюблена очень сильно. И для меня, хотела сказать, если это можно, большой честью было, что это выставки Ричард Торн, потому что я восхищаюсь его картинами, и делала тоже копии, и когда я узнала, что это выставка с Ричардом Торном... Ричард Торн, и ваше интервью будет почти в один день, потому что мы придержали почти на две недели его интервью, он тоже давал о технике акварели, не давая мастер-класс. И у нас это интервью есть, оно в прямом эфире вышло, но на YouTube вот у нас совсем скоро будет премьера этого рассказа. Так же, как и наша вторая часть, тоже у нас на YouTube. Друзья, пожалуйста, ищите наш канал, набирайте в поиске «Союз акварелистов России» либо «Пьенале. Современный акварель 2020 в городе Аушта». Юля, ну мы же говорили про вашего учителя, он из Нижнего Новгорода? Да, он из Нижнего Новгорода, да. Там я у него училась, и впоследствии мы очень много выезжали. А вы заканчивали художную школу? Я заканчивала студию художников-оркетинговых живописец, и там, собственно, получила все свои знания, и впоследствии уже вышла в совершенно другой уровень. Мы до нашего интервью беседовали о том, что вы мама двух детей. Скажите, как вы совмещаете быт и художество? Тяжело ли это? Это всех интересует наших мамочек. У нас очень много именно женщин, которые имеют детей. Вот я у Оли Ритунской, которая победитель февральского конкурса живописи, тоже спрашивала, как она совмещает. Вот. И она как-то такое ощущение, что вот легко. А мне, например, тяжело дается. Нет, собственно говоря, они не сложные. Дети уже знают, что мама художник. И, собственно говоря, нет таких моментов, что они как-то меня напрягают. Дочь тоже рисует и восторгается моими картинами, что очень приятно. А сын просто знает, что, ну, как бы, вот мама пишет, и, значит, сейчас своими делами там нужно заняться. И поэтому совершенно спокойно они это уже воспринимают. Ну, мои детки уже, конечно, подросли, но для меня это не являлось сложностью. Юля, и вот смотрите, у меня такой вопрос, который я буквально полгода задаю всем участникам, всем нашим. И Ричард Тёрнов его получил. Торн, да? И вот прям, как у нас не шли прямые эфиры, все его слышали. Это меня интересует, это лично мой вопрос. Он звучит так. Если вы на планете не после пандемии, а вообще просто остались одним единственным художником, который может нашему поколению, следующему и художникам, и людям, только вам дали это слово. Самую суть, самое важное, несколько фраз куда-то запечатать и отправить, только их прочитают. Ни меня не донесут, никакие наши философы. Именно по художественной части, может быть, по технике. Что бы вот прям выжимку какую из жизни, из всего художественного, вы бы послали нашему поколению? Следующему. Что важно? Мне кажется, что важно передавать красоту своего времени, ну, видеть красивое. Ну, как вы это звучите? Так, это значит звучит так. Уважаемые, дорогие наши выжившие люди, пожалуйста, отсеивайте, да, наверное, как-то высеивайте. Нужно видеть, что это прекрасно. Художники, это ваша работа, находить прекрасное среди всего, это обрабатывать, как-то это и в художественном языке, наверное, да, доносить. Наверное так, да? То есть мы те люди, которые обрабатывают и находят прекрасное среди всего. Ну, видят, да, прекрасное и пытаются показать это остальным людям, ну, через свое какое-то призму восприятия. Значит, художник сейчас в нашем времени как исследователь работает. То есть он исследует все окружение, находит зерна прекрасного. Скорее, мне кажется, как транслятор, он как бы имеет способность передать то, что он видит, и передать это остальному, ну, чтобы они это замечали как-то. Хорошо, а если несколько художников, кто-то будет лучше это прекрасное видеть, кто-то хуже, если на одно и то же они смотрят. Вот у меня прям философские вопросы, я не знаю, почему она меня интересует. Они смотрят на одно и то же, они это видят по-разному и способны передать это по-разному, что на самом деле очень удивительно. Я часто, когда была на планерах, это отмечаю, когда собираются много художников. Мы, например, пишем один и тот же примерный сюжет, и у всех это получается по-разному, но это настолько прекрасно. У каждого свое видение, и оно прекрасно, на самом деле. Друзья, у нас в студии была участник биеннале Юлия Грехова, и интервью брала тоже художник и участник биеннале Петро Ольга Викторовна, которая является организационным комитетом в городе Алушта. Трансляция шла из города Алушта.